Гопник пырнул тебя ножом в живот? Полицейский подстрелил твою ягодицу во время погони? Или ты просто заболел нехорошей болезнью от незащищенного полового контакта? Тогда тебе срочно нужен специалист, мой друг, который избавит тебя от всех твоих проблем. В данном выпуске вы узнаете всё о фракции медиков, а именно Как зашиваются раны, как извлекаются пули из тела и какие медикаменты имеются в арсенале данной фракции. Смотрите прямо сейчас! Доброго времени суток игрокам и будущим игрокам нашего сервера. Это седьмое видео из Рубрики ЧАВОЙ. В данном видео мы рассмотрим фракцию ЦГБ, то есть медики. Рассмотрим систему операций, систему ранений, ну а также проведем диагноз и поговорим о медиках в целом. Мы сейчас с вами находимся в Ординаторской больнице города Южного. При выдаче амуниции мы с вами получили следующие предметы. Это аспирин, медицинские перчатки, бинты, рацию и так далее. Одежда медика и тому подобное. В Ординаторской вы можете всегда пополнить свою аптечку медикаментами. Для этого нужно подойти и нажать клавишу F. Как вы видите, здесь есть бинты, адреналин, парацетамол, аспирин, эвакоин, перчатки, морфин и глюкоза. Давайте вкратце поговорим о каждом. Бинт используется для остановки крови. Когда, к примеру, у персонажа ранение от внестрельное или ножевое, он теряет хп. И до тех пор, пока не стрелит кровь, он будет терять хп, пока не умрет. Бинт останавливает кровь примерно на 7 минут, потом он просачивается кровью опять и нужно наложить в бинт снова. Так будет до тех пор, пока не убрать причину кровотечения, то и в данном случае не сделать операцию по отвлечению пуль или зашить рану и так далее. Адреналин используется, когда игроку конца при смерти, то есть перед выбором по смерти. Парацетамол используется при головных болях. Аспирин используется для поднятия хп. Навокаин для обезболивания во время операции. Морфин для помощи наказависимым. У нас система наркотиков вызывает привыкание и не становится наркоманом. И глюкоза используется при физическом изнемождении персонажа. Когда игроку долго не ест и не пьет, то он падает без силы, грубо говоря, в кому. Для того, чтобы его вывести из этого состояния, нужно использовать глюкозу. Сейчас мы с вами отправимся в операционную. Там нас ждет пациент. Мы проведем на нем диагноз, поставим его диагноз, что с ним случилось. Как мы видим, у него неполный параметр хп. Для того, чтобы провести диагноз, пишем команду diag и указываем конкретно id. Как вы видите, в теле человека застряло минимум 2 пули. Его нужно срочно прооперировать. Для того, чтобы это сделать, изначально нам нужно оставить кровь. Команда для медиков основная это команда heal. Там мы указываем, что мы используем. В данном случае нам нужно использовать build. То есть мы пишем по параметру heal, пробел, аид персонажа, пробел, что используем. Сначала мы используем с вами бинт. Как вы видите, мы накладываем бинты на рану. Соответственно, человек больше не будет терять хп, и он у нас не умрет на операционном столе. Дальше мы с вами поднимаем ему немножко хп. Используем аспирин. Опять же, через команду heal. Подняли мы немного хп. Сделали укол. Далее нам с вами нужно перед тем, как приступить к операции, нам нужно помыть руки. Подходим к умывальнику, нажимаем клавишу F. Далее одеваем с вами медицинские перчатки. Потому что если медицинские перчатки не используют, можно завести заразу. Что в будущем может прогрессировать и быть очень плохие последствия. Мы с вами одеваем медицинские перчатки. Подходим к человеку. Смотрим с вами команду, конкретно по работе медика. Нам нужно провести операцию. В данном случае это operate. Как мы видим, бинты на теле пропитались. Опять налаживаем бинт. Теперь вводим команду operate. Как вы видите, мы начинаем удалять пули из тела. При помощи скальпеля и пинцета. Одну доставим. И зашиваем соответственно. Теперь мы с вами делаем диагноз. Как видите, есть еще одна пуля. Значит, нужно сделать операцию еще раз. Делаем диагноз. Как вы видите, прочие болезни от ранения не замечены. То есть, тем самым мы спасли человека от ранения. В будущем у него жизни отниматься не будут. Давайте на всякий случай попробуем полечить. Нет, лечения не нужно. То есть, мы полностью провели полный спектр лечения. Сначала поставили диагноз. Достали, извлекли пули, зашили раны. Перед этим мы с вами остановили кровь. Потому что если бы это не сделали, то человек, соответственно, умер от пятерек крови. Это практически 90% что-то с азоркой смерти. Поэтому теперь мы можем его отпустить. А вот мы с вами дальше поговорим о медике, который здесь встретятся, как этот код. Для того, чтобы с ним поговорить, используем команду TALK. У медика вы можете сделать операцию, зашить так же самую рану в отсутствие, к примеру, медиков, которые состоят от фракции. Вы также можете купить медстраховку. Медстраховка подразумевает собой в случае несчастного происшествия, которое с вами произошло. При состоянии, когда вы можете умереть, вы автоматом попадаете в больницу. И тем самым он спасает жизнь. В любых других случаях вы можете скончаться к ВРП прямо на месте. Обследование, то же самое, что мы с вами делали с помощью команды диагноз. И купить медсправку, которая нужна для трудоустройства для работы или же которая нужна для трудоустройства фракции, если этого требует этот процесс. Также медики могут выходить на дежурство, используя команду TALK RADIO, включая радио. И также пишут команду DUTE. Если где-то в области происходит какое-то происшествие, в том плане, что у любого из игроков резко падает хп до маленького параметра, то вон на пульт скорой помощи приходит вызов, то что там-то, там-то человеку плохо. Сообщил он о ним, потому что мы не знаем, кто это сообщил. Не сообщается, что случилось конкретно. Просто указывается место, если конкретно какой-нибудь отряд медиков принимает на себя этот вызов. По прибытию на место автоматически сообщается, что какой-то наряд прибыл на место. Также уже конкретно по факту разбираетесь, что случилось и так далее. Вызовы приходят только в том случае, если вы на пояснике дежурства. Медики также могут снимать с себя свою рабочую одежду, используя команду Андреса. Ну а также медики являются очень важной фракцией, потому что если, к примеру, у человека долго он ел, как я рассказывал в начале видео, и у него получается обморок, то только медики могут его спасти от этого. Если человек наркозависимый, у него начинается ломка, он не принимает препараты, опять же, не может спасти, только медики могут спасти от этого. Ну и опять же, лучше, конечно, отогнать наркозживого медика по поводу операции и всего остального, чем просто обратиться на боту. Ну если же все-таки медик красиво или нет, тогда, пожалуйста, приходите к боту, это стоит дороже, но зато это продуктивно и поможет вам избавиться от определенных наследствий. На этом все, спасибо, что посмотрели наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы, до новых встреч!